Доброе утро! На календаре пятница, 16 октября. Сегодня наша телерадиокомпания празднует день рождения. 59 лет назад в этот день Чебоксарская студия впервые вышла в эфир с собственной передачей, а Чуварское радио вещает уже 94 года. В 1961-м телевизионщики работали совершенно в иных условиях и на другом оборудовании. Сегодня наши передачи и новостные выпуски можно посмотреть не только в прямом эфире, но и в интернете на сайте chgtrk.ru. Там же информация об интересных событиях в республике и компании, анонсы программ, которых еще не было в эфире. Мы есть и во всех социальных сетях, так что нам можно задавать вопросы и вносить дельные предложения. Мы каждый день делимся с вами интересными новостями из жизни республики на каналах «Россия-1», «Россия-24», а также на радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Сегодня в Доме правительства состоится оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Чувашии. Заболевших COVID-19 у нас с каждым днем все больше. В больницах республики разворачивают дополнительные койки для лечения больных. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности, носить маски в общественных местах и не забывать про гигиену. Тем временем региональный Минздрав сообщил, что в республике с начала пандемии в красной зоне на свет появились 57 малышей. Весной акушерский стационар номер 3 городской клинической больницы номер 1 в Чебоксарах перепрофилировали. Там принимают беременных женщин, заболевших ОРВИ, гриппом, ковидом и внебольничной пневмонией со всей республики. Врачи и медсестры уже оказали помощь более 160 женщинам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как всегда, по пятницам мы показываем съемки мобильных репортеров. В сети появились вот такие кадры с камеры видеорегистратора. Мама с двумя детьми переходит дорогу в неположенном месте. Старшего ребенка чудом не задела машина. Другой водитель выложил в сеть видео, на котором две девушки переходят оживленную магистраль на красный свет светофора. «Стою по 40 минут», — пишет автор фотографии, которая сделана у отделения почтовой связи на улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах. Очередь, как объяснили в компании позже, образовалась из-за соблюдения требований безопасности. Из-за коронавируса внутрь пускают только по два человека. В Чувашском национальном музее отпраздновали 85-летие со дня образования Государственного архива современной истории Чуваши. Сегодня он является единственным учреждением в республике, которое специализируется на сборе, хранении и научном использовании документов по общественной политической жизни 20-21 веков. Помимо важных исторических бумаг, здесь есть и документы частных лиц. В архиве принимают рукописи и другие бумаги выдающихся деятелей республики. В прошлом году Государственному архиву современной истории выделили 20 миллионов рублей. На эти деньги в здании провели капитальный ремонт. В ближайшие годы у архива появится новое хранилище. Хранилища Государственного современного архива уже заполнены на 85%. И глава республики, зная об этой проблеме, дал поручение в 2021 году предусмотреть средства на проектирование новых хранилищ. О развитии событий в наших дневных и вечерних выпусках. Всем желаю хорошего дня и удачных выходных.